Я не знаю, кто такая инстасамка, я её ни разу не видел, ни разу не смотрел её видосы, я не знаю, что она делает, но я повсюду слышу о ней, понимаете, инстасамка и прочее, блядь. Я как-то наткнулся на то, что Хабанский о ней видео записал, я не смотрел видос, но я видел, что он записал видео про неё, там что-то уже 2 миллиона просмотров, кто она такая, блядь, что нужно сделать мне, чтобы меня также обсуждали и обо мне записывали видео. Что я должен для этого сделать? Почему её обсуждают? И тут видосы чисто вот про неё и против неё. Эксклюзив, она во мне инстасамка, интервью, а где её канал? Канал её где, где её видосы? Вот, а, вот это что? 300 тысяч подписчиков, что, так мало? А, она инстаблогер, а-а-а. Хотели узнать, кто такая настоящая инстасамка? Ё-моё, 96 тысяч дизлайков. Ой, блядь, я картинку не убрал. Мне кажется, моя картинка намного лучше, чем её видосы. Я чувствую при всём при этом, и как я пропускаю всё это дерьмо через себя. Блядь. Начнём с того, что инстасамка это я и только я. У меня никогда не было никаких продюсеров, и если инстасамка это проект, то только мой. Всё началось с того, что мне надоело, что моя мама очень много работает, что она уходит постоянно рано утром и приходит поздно вечером. Я хотела дать своему младшему брату и своей младшей сестре всё то, чего они могли дать мне. Как это трогатель. Так, я понял, её хейтят за то, что она решила заработать денег, помочь маме и брату. Вот, сука, сейчас бы маме помогать. Дизлайк. А я у вас в Вегас. Почти со всеми инстаблогерами, которых вы знаете. С кем-то у меня завязалась дружба, с кем-то разошлись дороги, но я никогда не начинала конфликт первое. Я помогала каждому. Уй, я себе у неё... Майбах, да? Блогеров, с которыми я когда-либо общалась, делала коллаборации и никогда не отказывала никому в помощи. И если вы спросите у них, ничего хорошего тебе, Даша? Короче, я понял, да, она там, судя по чату, людей обманывает. Делала, и человек ответит нет. Тирай дичь. Мне очень жаль этого человека. Я не буду перечислять, сколько я за кого платила, что я кому дарила, кому я с чем помогала. Эти люди всё знают для себя сами. И если у них есть хоть капелька совести, они поделятся с вами этим. И я никогда никому... Она мне не давала денег. Она вам давала деньги? Нет. Я создала своей маме интернет-магазин, в котором она реально работает, реально ходит на почту и реально отправляет вам посылки. Так, держи в курсе. Реально покупают вам такие прикольные побрякушки, типа кремов, всякие такие штучки, чтобы вам просто было приятно и реально это всё отправляют. А, то есть вот, её называют мошенницей. После этого вы будете говорить, что я обманываю людей, детей на деньги. Ну, судя по тому, в какой машине она едет, наверное, всё-таки это правда. И, ребята, я сейчас говорю не только за себя. Ещё и попкорн жрёт. Вот скажите, у вас есть деньги, чтобы купить себе попкорн? Осуждать меня, называть меня мошенницей, других блогеров. Следите за своими поступками, за своими... Его нет. Правильно. У меня тоже нет. Я что, миллионер? Никого ни к чему не призывайте и разберитесь в первую очередь в себе. К чему я это всё говорю? Она на Лизку похожа, кстати. К тому, что моей маме каждый день пишут оскорбления, чтобы ваша дочь, чтобы вы сдохли, чтобы ваша семья сдохла. К моей сестре подходят в школе и говорят, мы не набидим твою сестру. И вы все знаете прекрасно, почему. Потому что видео, которое снял ты, не портит мою репутацию. Я не считаю, что я потеряла свою репутацию. Я считаю, что я потеряла в первую очередь друга, которому я помогала, когда у него было шаром покати в холодильнике. К которому я купила айфон. И который снял на меня разоблачение на камеру, которую подарила ему я. Серьёзно? Я не считаю, что ты разрушил мою репутацию. Я считаю, что я потеряла своего лучшего друга, в которого я реально верила и в которого я реально уважала. И все уже давно догадались, что это видео разоблачение. Человек кидает на бабки большие. Человек с кожей вон лезет, чтобы оправдаться, а ты шутишь. Что я должен делать, по-твоему? Было куплено у тебя. Так, надо в полицию обращаться. Так, всё, звоню. Всё, для хуя. Шутки закончились. Алё! Это МВД? У нас тут это, ограбление. Крупное ограбление. По коням, как говорится. Надо работать. Спасибо, да. Спасибо. До свидания. Шутки кончились. Поро работать. Дел сделан. Но ты вывернул всё так, как нужно тебе. В этом разоблачении есть доля правды. Есть два пункта, в которых я реально перед вами виновата. Ну-ка. Это ограбление и авария. И я не... Алё, алё. У нас тут реально ограбление. Ещё авария. Походу, сбила человека. Опасный преступник. Что? На митинге? Нет, не ходила. Трубку бросили.